Не успел я испугаться, я только зашел, оно как бахнуло, и все, пилище. Не успел, даже я сюда, только дошел до этой двери. Она сразу с одной стороны выстрел, я побежал в комнату, думаю, сейчас документы надо взять. Вот сюда, вот это случилось. А так много было, поломки, до полночи, до 12 выносили все. Удар такой сильный был, что даже вывернуло двери. Смотрите, какая толстая дверь, и она не закрывается. Как ее вывернуть? Ну, не замерзается. Ну, вывернуло, и все. Мы внутренне ходили целые. Сейчас так вообще начало. То в пол третьего, то в четыре, сирена, и... Ну, сейчас удали, а то же сюда достало. Неприятное ощущение. Сколько поломок, когда закончится. Конечно, хочется мира. Все это, ну, страшно, конечно. Куда-то далеко и выходить. Ну, и спать как-то, почти не спишь. Все время в этом. А так, хочется, конечно, все закончилось. Возле этого дома был несколько дней назад прилет. В результате взрыва, взрывной волной, повредила крышу в соседних домах. Ну, в данном случае на четырех домах повредила крышу. Три шиферных кровли и одну мягкую рубероидную. На двух домах мы уже восстановили аварийно, там не так много было повреждений. А на этом доме тут уже в результате взрывной волной, ну, больше чем пол подъезда кровли повреждено вместе со стропильной системой. Поэтому мы сейчас пытаемся максимально в жатые сроки в аварийном режиме это все восстановить, ну, насколько возможно. Работы в таких случаях производятся в аварийном режиме, но все равно с заменой стропил, которые были повреждены, лопнуты. Весь демонтаж старого покрытия, если доски гнилые, лопнутые, побитые, их тоже убираются. Да, стелеца мембрана и новый профлист. Это гораздо надежнее и современнее, чем старый шифер. Игорь Бескровный, Ярослав Конуненко, Станислав Гришко и Юрий Бабыкин. Харьковские известия.